Не за горами 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Сейчас особое внимание уделяется тем, кто приближал светлый день освобождения, сражался за нашу Родину. В преддверии памятной даты фронтовикам вручают юбилейные медали. Некоторые из них доставляют из соседних республик, где также помнят и чтят советских солдат. Согласно указу президента Республики Беларусь, юбилейной медалью 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков награждаются ветераны Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях за освобождение страны. На лицевой стороне медали изображен обелиск «Минск. Город-герой» и скульптура женщины, олицетворяющий образ Родины. По окружности медали нанесена надпись «Подвиг народа бессмертен» по-белорусски. Славенец Николай Иванович Демченко, участник освобождения Беларуси, не был забыт. Награда нашла своего героя. От имени посольства Республики Беларусь поручено вручить вам эту памятную медаль 75 лет освобождения Республики Беларусь. За ваше участие в освобождении Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому сегодня позвольте вас поздравить накануне 17-летия победы, общей победы, пожелать вам крепкого здоровья и низкого поклода, злоподвига, который вы совершили. Глава Славенского района Роман Синеговский сердечно поздравил ветерана с заслуженной наградой и пожелал ему здоровья и всего самого доброго. За то, что мы живем, воспитываем своих детей, радуемся жизни. Благодаря вот таким ветеранам, как вы, которые нам дали возможность жить сегодня и трудиться. Вот, значит, достоверение. Более чем три четверти века прошло с тех пор, как отгромыхали бои на земле Беларуси. Но память о том времени живет. Николай Иванович Демченко служил прожектористом в 24-м отдельном зенитном прожекторном батальоне, обеспечивая подсветку вражеских самолетов для зенитчиков. Там было шесть орудий 76-мм. Они охраняли железнодорожный мост. А мы должны были освещать самолеты в ночной период. И были налеты. Был налет такой. Ночью вся зенитная артиллерия, была огонь по этим ночным самолетам. Вот, были сбиты, были пожары на железной дороге. Николай Иванович был ранен в голову, но смог восстановить здоровье в госпитале и вернулся в родной батальон. В госпитале выздоровел. Выдали мне документы и сказали, у кого часть здесь рядом, значит, можете идти. Вот там документы. Я пришел в свою часть. Она недалеко находилась. С семь с половиной лет отслужил ветеран в действующей армии. Такими людьми, как Николай Иванович Демченко, по праву гордятся юные славянцы и равняются на них, видя пример беззаветного служения Родине. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События. Редактор субтитров А.Семкин